Он почти ничего не говорит, и ему очень трудно передвигаться. Почему? История долгая. Борьба мамы и сына с опухолью спинного мозга. За каждую улыбку, за возможность встать с кровати, за каждый килограмм веса. Шестилетний Саша даже не помнит, что его жизнь когда-то была другой. А в мечтах родителей сейчас бы он ходил в секцию бокса. Теперь лишь продолжительные сеансы химиотерапии и бесконечный прием лекарств. Ну, конечно, намного тоже изменим. Не как раньше было. Ну, нервничать тоже. Бывает, что. Его сверстница Даша, наоборот, ни минуты не может усидеть спокойно. Но больше всего любит рисовать. В ее альбоме только яркие цвета. И через каждую страницу дом, в котором они вместе с мамой не были уже 8 месяцев. Вот мой братья Крома, мама и я. А о чем ты больше всего мечтаешь? А еще у маленькой Даши и ее мамы есть самое главное желание – вернуться домой здоровыми. Такое желание и у остальных 17 пациентов онкологического отделения детской больницы. Ну, а пока кому-то предстоит долгая реабилитация, некоторым десятки сеансов химиотерапии или дорогостоящее лечение. В среднем каждый больной здесь находится по 5-6 месяцев. За это время стены онкологического отделения успевают стать родными. Не хватает лишь одного. Игрушек об этом говорят сами дети. Именно с этой простой мелочи и решила начать наша телекомпания. Благотворительный фонд «Пусть всегда буду я», директор которого Василий Михайлов, перечисляет на счета больных раком порядка 2-3 миллионов. Только за прошедший год фондом было куплено 284 билета для родителей и их детей. Медицинские центры Москвы, Санкт-Петербурга, ну и в том числе мы отправляем в Израиль, Германию, Францию и Америку. Сегодня в преддверии Дня защиты детей для малышей фондом совместно с нашей телекомпанией организован настоящий праздник. Подарки, сладости и фееричное театральное представление от Театра Ульгер. И эту эстафету добрых дел может принять каждый из вас. Ведь так часто бывает для здоровья, а порой и для жизни этих малышей со сложными медицинскими диагнозами нужны огромные денежные суммы, неподъемные для их семей. Но благодаря тому, что в мире так много неравнодушных людей, все эти дети верят. Добро действительно существует. Ольга Вайлошникова, Алдар Дармаев, Новости дня.